привет и мы продолжаем проходить как машину в прошлой серии ребятки мы с вами покатались с лисой нам раздубасили нашу деревушку нормально у тебя как дела нам уничтожили наш дом нашу деревню убили нашего отца и теперь нам необходимо найти при перступника который все это сотворил почитал ваши комменты я так и думал так и знал нормально а у тебя как так и зал что ты чё сделал ты зачем столб снес балбес дадут они мне договорить интересно нет так и знал что очень у многих порвет олдскулы от этой замечательной игрушечки так же как и у меня на самом деле ну как ну да пожалуй тоже настолько же сильно мне и конечно играю впервые поэтому в общем вот такие вот дела в обку как обещал я спустил пониже чтобы было видно мини карту надеюсь больше ничего закрывать не будет если что тогда и спасибо за ваши советы по поводу расстрела противников что не надо стоять на месте это да это мы примем в учет и уже сейчас поживимся сейчас я поживлюсь за что за хлеб ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй патроны патроны я так я забыл поменять как дрова ржавый шершень дрова шершень без прицела ладно продадимся сейчас заодно мы уже тут пока я тут пытался все это выговорить уже 500 метров осталось до нашей точки ну и попутно продадимся мы немножко скоротим маршрут по полям по полям по траве а там смотри там лучше что что такой шумный то каким бандитом мы мужа это расстреляли так о картофель так вот возьмем да ладно на таб а я все на и нажимаю на ай оказывается можно нажать на таб понял принял обработал теперь будем табом и даже перед кстати кнопки перезначать даже не придется замечательно так первого на первого починиться заправиться кусок и денег уже тысячи денег уже почти еще больше давай посмотрим а ну ладно пошли в бар продавщица дара приветствую тебя путник какие новости представляешь все в порядке жаль казуал вова парень ты путешественник но можешь не отвечать ей сам вижу не хочешь скажу где здесь заброшенная больница уж я-то знаю наверняка там но много там много можно найти интересно мне то это не надо за и бандиты вокруг и а вот и парень рисковый за двадцать пять золотых покажу это место на на бабло писатель квентин я могу тебе чем-то помочь бармен из южного посолом я забрать кое-что принадлежащее ему перри конечно все в отличном состоянии спасибо теперь можно отправляться на охоту че он там нам дал дробовик блин я вот при всем желании дробовики в таких играх мне не очень нравится поэтому извини бармен но твой и шторм отправляется на рынок так это чё у нас улучшение энергетического оружия у нас такого нету здесь мы ничего не можем поменять себе машину поэтому поехали дальше так у нас один километр а поехали скатаемся чё нет или давайте наверно так я пока поеду сгоняем если что-то будет интересно по пути обязательно я это вставлю а пока что да поехали такс здравствуйте да я то не умру это ты умрешь скорее всего не 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 дружище не так дрова мы заберем так 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 вот это долой это возьмем блин багажник маленьких багажника хочу капец прикинь не доехал там 450 метров и встретился тут один такой бандюган и вообще туда едут да нет конечно не да я подожди я могу проехать вот здесь по горам интересно хватит ли мощей моим моей машинки как думаешь даже не но нет невидимые стены выжим походу ты кэп а нет это свои ну ладно на и в общем я понял типа на как я понимаю она открывает мне последнее что мне было открыто судя по всему блин видимо придется переназначить все таки на другую кнопку сбор лута потому что постоянно тянутся на и неудобно а давай подожди я сейчас прям попробую так 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 управление гудок снаряжение вот это я могу например на x во все на иксе будет удобно близко под большим пальцем или там указательным нажиму вообще без разницы вот куда ты балбес едешь меня в транице решил покушать его дятлы ладно поехал я дальше 600 метров хотя ладно может бы сейчас по пути чего встретиться так ну да смотри бродяга а ничего что она уже как бы стреляет ну да увидимся в аду так дрова 60 дрова заберем и чё тут нас ожидает пока не говорит что я просто так сюда приехал вы получили предмет медикаменты вы получили 30 монет куда я прямо размиллионерился на целых 30 монет таким бандитом на миникарте никаких бандитов нет блин что ты орешь лет вот орет прям не знаю в общем два километра мне пердолить ухты 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 в общем я поеду через заимку опять же проеду но и уже ближе к базе бандитов это прямо феликса мы уже там и встретимся ну в общем почти доехал я осталось тут буквально 600 метров по дороге вообще ничего интересного даже не было как-то даже скучновато получилось ну ладно это думал хоть с кем-то постреляюсь по пути но нет думал еще дров там или картохи наберу сгоняю в южный там чем-нибудь это продам и т.д. и т.п. ладно 200 метров осталось это база серьезно знакомые все лица покажите этому наглецом рата-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та понял чуть глаз не попал ой как плохо что я застрял а я застрял нет а вот так себе все что у тебя есть выходи сам на честный бой блин а вот это кстати не прикольно ну желаю тебе удачи так 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 все теперь ты умрешь за свои злодеяния постой я никого не убивал уже много лет у нас уговор с местными это ты ворвался в мой дом и начал калечить моих людей только у тебя хватило бы силы наглости сжечь целую деревню так ты из глухого поверь это были не мы а какие-то гастролеры из соседних областей ты лжешь клянусь могилой своего отца да спроси хоть у своей подружки лисы она все видела откуда ты знаешь так она же нам про это и рассказала а потом умчалась на север в сторону пешта лиса я чувствую что она как-то со всем этим связано я найду ее и узнаю что произошло на самом деле ладно феликс я сохраню тебе жизнь иди на все четыре стороны только не смей больше показываться в этих краях ты победил но мы еще встретимся и тогда я буду лучше подготовлен я тоже как бы до скорого стой куда поехала лут законный забрать лёва стой 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 появилась новая история в журнале ладно не понял а где лут а лута нету прикинь ну и ладно так чё там у нас два вшивых шершня серьезно ну что ж нас ожидает новый куда это меня ведет дорога на фатерлянд через южный нот в общем поехал я до южного подожди я правильно еду да поехал я до южного прокачаю немножко багажник наверное нам ну я уже и думаю встретимся в фатерлянде ну чё я могу сказать поехали да почти доехал до перехода в фатерлянд тут а была застава бандитская мы ее разбомбили издалека аккуратно не спеша выходим желаете да я желаю покинуть эту область поехали загрузка красивая машинка большая с таким маленьким пулеметом я тут кстати немножко машинку себе перекрасил ой а чё с цветами здесь странно перекрасил машинку добавил себе багажник у нас теперь он чуть чуть побольше стал чуть чуть со всем чтобы хотя бы она примерно один три шесть шесть грузов теперь я могу собой тягать если что ну и по прочке типа вот этот побольше бы чем там другой какой то так чё по карте у нас ой а на нам в пеште ехать три километра обалдеть ну ладно поехал я до пешта И уже в пеште тогда Справимся Точнее, увидимся Нет, я, конечно, все понимаю Типа, ну, это спокойная езда, все дела Но я проехал два километра И ни одного противника И куда-то даже музыка пропала Как будто она хотела смениться Но скрип Замены Не сработал Вот и другое дело Видимо, где-то я проехал Мимолетом бандитов Поэтому Получилось так Так, а вот и Пешт Как я понимаю, да? Ладненько Ой, не та кнопка На Х Пешт Работник Брюс Приветствую тебя, путник Какие новости? Представляешь, все в порядке Ладно, зайду в другой раз Хорошо Житель Шварценеггер, что ли? Вижу, тебя заботит вопрос Я ищу девушку Вот такого примерно роста Красивая На своей машине Индивидуальный дизайн Необычная расцветка Назвалась Лисой Твоя подруга? Нет, просто она знает кое-что Что мне бы очень хотелось услышать Знаю я эту девицу Вообще-то Я бы не с этого никому с ней связываться А что так? Большие люди за ней стоят И опасны Ты меня не пугай Расскажи лучше, что знаешь Она часто здесь бывает по своим делам В основном проезжает мимо Последний раз совсем недавно Она направлялась на восток И опять-таки Я бы не советовал ее преследовать в этом направлении Что там еще? Там находится база бандитов Довольно крупная И хорошо укрепленная А бандиты понимают только язык оружия Хочет ли у тебя сил Потягаться с ними? Не уверен Раз другого пути нет Придется мне ехать Так что не поминайте лихом Зануда Максим Не проходи мимо Хочешь испытать новые ощущения? Заработать денег? Или просто весело провести досуг? Тогда тебе надо в центр развлечений Хочешь знать побольше? Давай я рассказываю Центр развлечений Это шикарное место Там собираются все дальнобойщики региона Чтобы потратить деньги на удовольствие Да, я покажу на карте Чтобы ты не заплутал Вот здесь он находится Посмотрим, что там за центр развлечений Меня больше интересует Не центр ваших развлечений А машинки есть Молоко О, молоковоз А, это расцветка Шесть с половиной тысяч Но у меня все равно денег пока нету на него А че? Спасибо Нифига себе Спрут с водяным охлаждением Интересно Но у меня тут все равно На все эти богатства денег нету Да и слотов нету Поэтому поехали Цена проезда 250 Давай А мне точно сюда надо было, кстати Да, база 51 Ну, типа Поехали Че нам еще остается? Блин, ну еще денег содрали за проезд Ну, какие? Какие они? Жмоты Слушай, а я... А как мне... Блин, под фриза капец Помп не тянет игру, прикинь, надо обновить Хе-хе-хе, я шучу Так Я, конечно, все понимаю А как бы мне деньжат-то подзаработать? На новую машинку Там целых шесть с половиной тысяч На молоковоз Ну ладно, я думаю Идя дальше по сюжету Мы заработаем Ну А я пока что поеду, пожалуй По полям По всяким недорогам Хотя мне кажется, если бы ехал бы по дороге Вышла бы быстрее Без вот этих вот всяких вот Прыжков Ну а нам-то че? Я думаю, мой вэн С ржавым бензобаком Довезет меня туда, куда мне надо Главное, проблем не встретить А все остальное Это уже детали будут Так Ага-ха Аха-ха Опа-ча Здравствуйте Да, меткость моя, конечно, зашкаливает А вот этого я сразу же, прикинь, почти сбрил Кстати, это ж мои денежки Ну-ка сюда денежки Дрова шершень Прекрасно Дрова, медленный, спектр И все? Так Че я там вообще набрал? Ага Ну Ладно Так Походу Я был прав, что надо было ехать по дороге А может, а есть, кстати, дорога? Потому что я похожа на дорогу, на какую-то Ну Поехали, поищем дорогу, че Че нам еще остается-то? Типа Ага Слухай А я тут даже не проеду Прикольно Ну Многие бы сказали, что обратной дороги у нас нету Но, видимо, у нас она будет И причем придется ехать, как там Да Ладно Ладно, без проблем Типа Че нам? Там же не сложно Мы проедем Почему бы, собственно, и нет Так Ты че там забыл-то наверху? Играл в аддон Окончательное, бесповоротно Потому что даже вот Даже вот По сути, вот Сидя в начале Эта игруха доставляет Прямо доставляет Так Побибика Давай Ремонт-заправка И едем дальше Так По полям, по полям По лесам И прочее Пятое-десятое Так что Не переживай Не переживай Абсолютно Все, пройдем Нас ничего не остановит Блин Тут, конечно, дорога Не дорога вообще А вон, кстати, нормальная дорожка Такая, ну Как бы ее назвать-то правильно Грунтовка Во, грунтовка Правильно А там че, город, что ли, какой-то? Карта ничего не говорит Вот я Открыл карту Закрыл карту И куда-то музыка пропала Так, ну мне куда-то туда надо Но Опять же Ну, по полям Так по полям Поехали Че нам париться? Я-то везде проеду Думаю Ну да, вот, смотри Дорога И вот там вот Ага Засада Так, а я здесь не утоплюсь Дай-ка мне Ф-5 Ой Зря Я W нажал Ну все А нет, да, смотри Нормально Хорошая дорога Я бы сказал Брод Сойдет Блин, пулемет Прям клевый Нравится Вот это, кстати, микро-подвисание Не переживай Это не сам видос Типа глючит А это Сама игра Даже у меня Вот как бы такой Делает стоп-кадр Маленький Так что Не парься Опа Лут Опа Опа Па-па-па-па-па-па-па-па-па Па-па-па-па А в нем Металлолом Дрова Спасибо На тап, кстати, очень удобно закрывать Хе-хе-хе Неплохо Вот видишь А вот если бы я бы не поставил Такой себе багажник Я бы возил бы Только 4 груза Так у меня целых 6 есть. Так, а как мне проехать-то? Не знаю, поехали, наверное, по правой стороне. Может, там как-то пролезу. Хотя мне не очень нравится вылет заднего колеса. Прям очень не нравится. Ну, ладно. Вообще, на самом деле, прикольный такой грузовичок. Стартовый. Да и молоковозд там неплохо выглядит. Сейчас приедем на эту базу. 51. Надеюсь, там дорого мои товары купят. А то денежек так-то хочется. Машинку, думаю, надо бы уже выменять. Побольше прочности. Так, я здесь проеду. Да, смотри, без всяких проблем проезжаю. Тихо, спокойно. Хорошо, без потери прочки проехал. Нормально. Нормально. Да, мне куда-то надо... Ой, надо куда-то в ту сторону ехать. Так. А как мне тут проехать? По-моему, зря я перепрыгнул. Можно было даже не заморачиваться на эту тему. Ладно. Изыщем маршруты. Как нам проехать? Блин, по этим попали. Блин, а где музыка-то клевая? Ну-ка. Не, покинь, не возвращается. Обидно. А где-то этот один километр, я уже еду, блин, не знаю, сколько времени. Долга. Когда прямой дороги-то нету, обидно. Ладно. А че нам? Нам вообще ничем. Нам как бы нормально. Почему вы, собственно, и нет? Сейчас прокатаемся, блин, все это время. Кстати, да, вопрос-то все еще открыт по поводу перевести игру на формат стримов. Или оставить все-таки в формате видосов. Обязательно оставляйте свои пожелания в комментах. Это очень важно. Все комменты читаются. Так что не переживай. Ну, кстати, судя по всему, я выехал на какую-то дорогу, и там что-то катается. Там таракан катается. Бляха. Так. Ну, я возьму, наверное, металлолом, потому что так как он новый. Да, блин, хватит под колесами мешаться. А, ну все. Вот опять, кстати, музыка куда-то пропала. Я не знаю. У меня как бы Steam-версия. Так, подожди. Ой, я не туда поехал. Мне ж надо вот туда. Ладно. Как бы в Steam-е, ну, со Steam-а игра, я не знаю, че такие глюки встречаются. Ну, ладно. Я скину все вот эти глюки, недоработки на то, что игра старенькая просто. Как бы под современные реалии она туго заточена. Ну и это. Как бы формат 16 на 9 через вообще файл. Через файлы игры пришлось это растягивать, чтобы было 1920 на 1080 разрешение. Как-то оно вот так вот. Ладно. Не суть. Мы уже почти подъехали до этой базы. Я надеюсь, там денег я нормально срублю за металлолом. Слушай, а может металлолом оставить в какой-нибудь другой город привезти вообще? Опция. Почему бы, собственно, нет? Ну, ладно. Так, товарищи база. Вы мирные? Судя по всему, да. Вот, бригада. Прям это с безруковым, что ли? Так. Заезжаем, блин. Уже весь коцанный-перекоцанный. Блин. Смотрю, какая музяка. Ага, у вас есть че торгануть, да? 400, 241, 438. Ну, ладно. Четыре косаря есть. У вас машину не поменять, только перекрасить. Ладно. Салун мерзкий. Прайдоха Боб. Чего тебе? Мне нужна лиса. Тем нужна лиса? Да только она никому не дается. Ха-ха-ха. Я знаю, что она у вас, и не уеду без нее. А кто тебе сказал, что ты отсюда вообще уедешь? Мы вообще-то страшные бандиты, если ты не заметил. Ну что, ребята, научим этого наглеца манера. Да будь ты хоть сам сатанам, мне плевать, я получу то, за чем пришел. Воу. Че на папата встаешь? Так, кого-то надо пристрелить. Без базара. Воу. А вот это уже, кстати, противник. Это нового уровня. Получил по башке. Ты че деревья валишь, балда? Учись, как надо маневрировать между деревьев. Балда. Не зря я починился, слушай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Все. А ты отчаянный парень, как я погляжу. Да? Не хочешь работать с нами в команде? Нет. Нам бы пригодился такой псих, как ты. Действительно. Мне не до вас с вашими мерзкими бандитскими делами. Я ищу убийцу моего отца. Лучше у тебя на пути не стоять. Лиса была здесь недавно с посланием от своего шефа. Но она явно торопилась и как только покончила с делами, сразу же уехала. Ну вот, нам теперь надо дрова и спектр. Ладно. Ладно. Ну, пойдем. Так, а куда нам? Дорога в Риджин. О-о-о. Ну, поехали. Че нам еще остается? Дорога в Риджин нас ожидает. Довольно-таки долгая-долгая дорога. 7 километров? Обалдеть. Че ж так далеко-то? Закинуло меня нелегкое в такую далекую даль. Опа. И опять музыка, слышишь, пропала. Может где-то рядом бандиты? А у меня пулемет мой не перезаряжен. Ну, нехорошо. Нехорошо. В общих чертах как-то так. Да серьезно? Ну, в тишине не так интересно ездить. Да блин, почему музыка так пропадает внезапно? Ну-ка, есть какая-нибудь настройка вообще в игре? Звук. Игра. Нет. К сожалению. Ну, ладно. Я думал, может, здесь хоть какая-то настройка музыки. Думал, хоть как-то настрою. А ее нету. Кстати, подожди. А может быть она... Может быть... Нет. К сожалению, ее здесь нет. Ну, ладно. Так, какой-то перекрытый мост. Вопрос. Я здесь проеду? Проеду ли я? Или меня пошлют, развернут? Плати через... А, 250? Ну, на. 250 недорого, в принципе, сойдет. Не проблема. Давай 2 километра потратим. Немножко нашего времени потратим на 2 километра. Там, как бы, он этот едет. Задание как раз по пути. Я так думаю. Это, по-моему... Это тот центр развлечения. Поехали в центр развлечения. Сгоняем. Посмотрим, что там нам... Какие развлекухи нам предложат. Может, веселые, может, нет. Узнаем. Почему бы, собственно, и нет. Все равно... Опа. Лутик. Так, лутик мы пропускать. Не будем. Это деду надо. Металлолом, металлолом. Неплохо, кстати. Металлолом. Обогатиться можно будет немножко. Кстати, а что у меня по денежкам? 4 стоп. Блин, на молоковоз... Молоковоз там что-то 4... А, 4... Опа. Ты смотри-ка. На венах уже катаются бандиты. Неплохо. Так, как так... Ай, патронцы. Давай быстрее перезаряжай. Обожайся, пожалуйста. Почему только во время траки у меня музыка появляется, а? Хорошо. Патроны опять. А, блин. Спокойно. Спокойно. Ой. Мне показалось на мгновение, что у меня пулемет мой перестал стрелять. Бесполезный шершень с обрезанным стволом. Замечательно. Ну-ка. А тут просто шершень. Ну и ладно. Ох. Хотя бы музыка вернулась. И на том спасибо. Что-то не так скучно теперь будет ехать. А то с этой болтологией уснуть можно, блин. Ну ладно. Что-то нас там ожидает по пути. Интересно. Без приключений. Проеду ли эти 700 метров? Нет? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. 100 метров Извини, приятель Ты, наверное, ехал сюда, чтобы поразвлечься И выиграть денег в нашем центре развлечений Ничего не получится Какие-то бандиты проиграли много денег и начали все громить Так что камня на камне не осталось Но ты же не хочешь уехать отсюда с пустыми руками Давай, я тебе хоть загадку загадаю Заплатив 100 монет Ты можешь выиграть в 2 раза больше Хоть что-то Слушай внимательно Белый водитель на черной машине и черный водитель на белой Встретились на узкой дороге Кто из них умрет раньше Ну, тут как бы оно и понятно Ну, давай, как бы Правильно Черный водитель на белой машине Это обычный труженик-дальнобойщик Который все силы тратит на свой грузовик А самому даже умыться некогда А белый водитель на черной тачке Это бандит, который всегда следит только за собой А машину держит в непотребном виде Дальнобойщик будет сопротивляться до последнего Но все равно погибнет Потому что жизнь не сказка Здесь всегда побеждает зло Дурацкая загадка Давай, мой выигрыш 200 монет выиграл Как бы неплохо Ну, тут просто Как бы, ну По Некоторым америкунским Фильмам Оно и понятно Что как бы Кто погибнет Но я не думал Что здесь прям такой смысл То, что белый чувак На черной машине Это бандит А черный чувак На белой машине Это просто дальнобойщик Ну, такая Как бы Загадка с интересом Попалась Ну ладно Так Тут, кстати, по пути заправка Давай на нее, наверное, заедем Отремонтируем наш Тарантас Боевой Тарантас Боевой верный друг Я бы назвал его так Потому что Так Еще лут приехал Ну, давай заберем этот лут Правда, силой придется его забирать Но не проблема Блин, патронцы опять Патронов, блин, мало Хочу патронов побольше Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так Хорошо В смысле ничего нету Ах ты бомжара, я на тебя патроны тратил Прочность свою тратил А ты еще мне ничего не дал Какой жадный Так, дорога в Риджин Мне это через право надо В общем, ребята Поехал я в Риджин И уже, естественно, продолжим В следующей серии Всем спасибо за просмотр До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok